Друзья, всем привет! В июне 22 года, а это было совсем недавно, я пробежал трейловый забег Красная Горка в Татарстане. Это не очень большой забег, если честно, было всего лишь 150 участников, но для меня это очень показательный и примечательный забег, потому что я практически никогда не участвую в трейлах, я больше участвую в шоссейных забегах, и трейлы для меня это всегда что-то сложное, непонятное, но очень красивое и желанное, потому что хочется, хочется иногда, если честно, поучаствовать в таком. В общем, я поучаствовал, и я офигел, потому что все, что со мной происходило, я этого не ожидал, я был в движении 4 часа с лишним, и это получился мой самый длинный забег, в общем, я настрадался, 32 километра, 1000 метров подъема, в общем, мои ноги явно не были готовы к такому, потому что, ну, селенок у меня не так много, и я наснимал всяких видосиков, хочу поделиться этим с вами, потому что было красиво, было сложно, давайте посмотрим, что получилось. Так, где-то здесь сейчас должна быть парковочка. Ну, теперь точно, когда это не получится. Вот, вот здесь направо. Так, мы идем получать стартовые пакеты. Получение стартовых пакетов, это уже тоже мини-трейл, я так понял, нужно подняться на горку. Я думаю, будет много участков, если мы пешком пойдем. В другом никак. Мы почти пришли, чтобы получить наш стартовый пакет. Нашли мы. Короче, мы шли. Все, мы уже устали. Да, сынею. Продолжение следует... Так, получились стартовые пакеты. Ну, это типа как будто в Макдональдс с собой взяли просто. Они же теперь не брендированные у Мака вроде бы. Мы как-то удачно приехали, потому что сейчас вся парковка занята вообще. В хлам. И ребята вот поднимаются на регистрацию. Сейчас будем переодеваться. Так, смотрим. Что в пакете? Футболочка. Я взял Эльку, потому что часто бывают маломерки. Но в ней я часто побегу. Но красивая. Круто. Ой, 50. Наверное, что-то большая. Ладно. Так, номерок. Вот такой вот заламинированный. Надеюсь, там где-то есть крепкий. Не хочется на магнитах сегодня бежать. Так, Махеев. Ну, от собой мы это не возьмем. Понятное дело. Так, понятно. Скрепки вывели. Скрепки. Буманки, вернее. Кажется, их нет. В общем, скрепки не положили. Ну, ладно. Что страшного, взял у товарища, потому что ему положили. Почему не хочу магниты надевать? Потому что, мне кажется, они чуточку тяжелее и не всегда комфортно. В общем, с ними. Особенно, когда вот они так прям трутся-трутся-трутся с одной стороны, с другой. Телу не всегда приятно. Поэтому мне комфортнее бежать с булавками. Ну, все, мы оделись, обулись, переоделись. Идем счастливые наверх. На место старта. Оно, я напоминаю, на вершине. Бля, джажду. Мы вот ехали два с половиной часа, он не пил нифига. Сейчас решил попить. Так выглядит стартный городок. Мы стартуем там и бежим сюда, в полюшка. И вот такой вид перед нами открывается. Это Санек. На первую половину дистанции лучше не топить совсем. Аккуратно, не спеша, не подвернуть ногу, никуда не упасть. Всем удачи. Спасибо. Ура! Вперед проходит. Той решил прогуляться у нас здесь по нашим шутбасным местам. А вот наш счет. Десять, два, один. Погнали! Что за дерьмо! Кажется, была на первых пятиста метрах. Потом расскажу. Сейчас отбежим попали. Там Нижнеканск говорят. Там сойдет в поле. Очень ништяк. Попили-поели. Первый пункт питания. Я ничего не снимал. Очень хотелось что-нибудь перекусить. Годичка была холодная, хорошо. Кола. Но колу я не пил. Пока рановато еще для сахаров. Вроде бы гелий и питания пока хватает. Что, семь километров от тополя. Бежим дальше. Кельсинку, бананчик. Закусили. Уже был первый поворот не туда. Заблудились с ребятами. Минут через пять нашли. Сейчас обратно вернуться немного. Но виды прикольные открываются. Нужно было подняться, конечно, наверх. Высоковато. Сейчас мы с подножия поднимались по луку в той грузе. Красиво. Моя измученная морда. 14 км. Очередной подъем сзади. На часах 400 метров подъема суммарного. Ну, по GPS я там... То есть у меня барометра нет, не знаю примерно сколько. Но, короче, еще больше половины впереди получается. Подъем. Не, ну у кого-то я считаю здесь просто лакшери огороды. Смотрите, офигенно. Не знаю, огороды это или деревня. Ну, это просто усилит. О, какое питание от места. Ох, еда. Ох, еда. Ох, еда. Ох, еда. Ох, хорошо. Пункт питания нашелся. И соленые орешки. Значит. И изотоник, и колу. О, все хорошо пошло. И апельсинка это прям вообще тема. О, оказывается апельсин это. Приду домой, обожрусь апельсин. Я же тебе просто представляю. Короче, бежим дальше. Что у нас там? 18 километров показывает. 250. Ну что, большая часть позади. Но сейчас будет какой-то жесткий подъемчик. О, Санек погонял бы на таком. Санек, кстати, уж парень как не в себя вообще. Не понимаю, куда откуда его. Я в это время на салфи не тратил. Вообще, откуда у него дурости столько. Он еще без питания. Ну нет, гель вот у него есть. Но он вообще не пьет. Красавчик, видимо. Жидкости у него. Вот добавляй. Жира. Жидкостного жира. Не, я вам все-таки покажу подъемчик. Потому что, чтобы вы понимали, вот это, это еще типа, типа пологий. То, что было раньше, это просто по вертикально стене практически ты ползешь. И было таких штуки внутри, наверное, до этого. То, как мы тут попринимся, виды будут кайфовыми. А вот там пункт гляния. Был. Не поднялись. Ага. Ни хера мы еще не поднялись. Это, оказывается, было только начало. Что-то я не хочу уже. Заберите меня домой, а. Там вот сейчас где-то должен спереть в шапреле и так пронестись. Ну, это у нас уже, говорит, снация. Мы 2.39 пути. Еще, наверное, ну час минимум, да? Топач. Что, пока поработать? Эксперт говорит, надо бежать. Ну, надо к нам, что, побежать чуть-чуть. Ой, красотища. Красотища. ПОДПИМЕНТЫ ПОДПИМЕЦ так все последний пункт питания пройден 25 километров еще шесть с копейками километров топать кола банки по полу залива орешки апельсины это прям кажется сейчас должен быть последний подъем 28 километров 354 я пишу очень спасибо я вижу финиш потихонечку потихонечку 2 подъем покажу вот вот там красные красные дни вдалеке дороги ну и все уже не бежится все кончилось здесь вон лежит Леха вон Субтитры сделал DimaTorzok Простите за шум, это дизельный генератор. Короче, каша нам не досталась, мы очень расстроились, мы бежали-бежали, бежали-бежали и без каши. Только ради нее финишировали. А там такая кашечка с кушеночкой, вот я ее видел, эх, в общем, печалька. А финишок вот-вот-вот. Что мне понравилось, что натягивают ленту для всех, не важно, кто финиширует там, я не знаю. Каким бы ты ни был по счету, все равно натягивают ленту, это прикольно. Ну вот, молодцы. А, да, медалька, медалька, медалька. Матч, тогда медаль пьет. Эй, нравился я чайку. Полгода я пока на трейлил. Саня говорит, что на полгода на трейлился уже. Это твой, а, нет, тоже же, блин, какой это трейлил у тебя на по счету? Третий? Ну, это самый жесткий, наверное, или нет? Или вот, который ты на зиму... Светлой ночи, это, да. Ну, я зимой еще не трейлил, не бегал. Честно сказать, мне почему-то кажется, что... Мне почему-то кажется, что этот трейл, он как бы нифига не по лайту. Ну, типа, если взять там какую-то классификацию трейлов, я не знаю. То есть это вообще не лайт, это не легкий, никто его не позиционировал как легкий. Но не было указано какой-то там прям жесткой-жесткой сложности или еще что-то. Или какое-то, не знаю, уведомление новичкам, там, тех, кто раньше не бегал трейл, и лучше не суетесь. Ни хера такого не было. Вот. И я ожидал, ну, чуть-чуть полегче уровень, если честно. Это просто, ну, каждые там буквально 3-4 километра. Не, может, чуть-чуть, три, ну, реально, сколько было. Ну, вот у меня профиль трассы, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, маленький, восемь. Ну, было восемь подъемов. И ты на каждом идешь пешком, ну, там, вначале вот ты пытаешься что-то там везде как бы выжимать. Но ты там даже физически не можешь подняться, потому что, ну, быстро, бегом. Потому что, ну, типа, ты вертикально практически ползешь. Там даже здесь землю руками нужно было помогать в самом начале. Это особенно вот конфликнули те, кто с вами бежал 12 километров. Я думаю, они такие веселые ребята бегут. Ну, нифига себе, думаю, тридцатку сейчас с нами, ага. Они не такие, типа, все, парни, ну, пошли. И свернули на свою двенашку. Ну, короче, мы там мучились и мучились еще. Cut time 5 часов. Я как-то, ну, офигел. Я бегу, время 4.09 и смотрю, мне до финиша еще, типа, ну, километр. Там виднелось вот. Сколько? 4.19 что-то финишировал. Но, блин, это почти близко очень к cut time. Вот. Ну, нет, понятно, стрелы надо тренировать. Что тут говорить? Смотрите. Наверное, вообще там ноги отрубились в конце. Но он молодец, он быстрее меня пробежал. Я вообще не знаю, на чем. Что-то, чем-то он там, это, видимо. Как бы и нормально. Но весело, весело. Минус за кашу. Надо рассчитывать кашу на всех. Это прям вот отстой, что не хватило каши. Я расстроился. Я прибежал, думал, сейчас пожру тушеночку вот эту с гречей. Ух, ну, у меня прям запах был в носу, когда я бежал. А так, ну, как бы, хороший трейл. Хороший трейл. Хороший вид, ух, мне понравилось. Я пробежал трейловый забег. Вспоминаю, как он был. Красная горка, красная горка. Все, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok